Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем очередной коктейль. Если вы на этом канале впервые, то я очень рад вас видеть. Обязательно подпишитесь и мы начинаем. Углубимся немножко в историю. Данный коктейль был придуман в 1919 году в Италии и был назван в честь флорентийского графа по имени Камилло Негрони, который в свою очередь жил до этого, ну, до 1919 года в Америке и там он попробовал коктейль под названием Американо. Который состоял и состоит до сих пор из трех компонентов. Это Кампари, красный сладкий вермут, а также газировка. И граф по возвращению в Италию, потому что в Америке начался сухой закон, а граф любил употреблять спиртные напитки, он вернулся обратно и попросил знакомого бармена заменить в коктейле Американо газировку на джинн и вот так и появился коктейль под названием Негрони. Но это не точно и, возможно, такой истории вообще не было. Она красивая, звучит классно, но другие источники говорят, что такого графа вовсе не существовало. Был другой товарищ по фамилии Негрони, это было все в честь него. Также говорит, что почему-то первое письменное упоминание о данном коктейле появилось в 1947 году, что тоже странно, потому что есть такая книга, которая называется «The Savoy Cocktail Book» Гарри Кредека. Гарри Кредек – это очень крутой бармен. И вот в этой книге, которая 1930 года, уже есть упоминание о Негроне письменное. Ну, может, я что-то не понимаю, конечно, поэтому вдруг, если вы лично знали Негроне, либо Гарри Кредека, пожалуйста, поясните в комментариях. Переходим к алкоголю. В состав входит джинн. Желательно, чтобы это был сухой джинн, потому что иначе будет слишком сладко. Кампари, а также красный сладкий вермут. Такие вот три товарища. Во многих источниках указано, что коктейль собирается следующим образом. Это одна часть джина, одна часть кампари и одна часть вермута. Но, по моему личному наблюдению, в таком соотношении очень сильно доминирует кампари. И забиваются остальные ингредиенты, и их почти не чувствуется. И еще слишком сладко получается. Поэтому я делаю коктейль немножко по-другому. Я делаю две части джина, одну часть кампари и одну часть сладкого красного вермута. Переходим к сборке коктейля. Собирается он методом стир в смесительном стакане, бокале. Начнем мы с джина. 60 мл джина. 30 мл кампари. 30 мл красного сладкого вермута. Добавляем лед в наш бокал и стируем. Отлично. Подается все в бокале под названием ROX. Добавляем лед. Стрейнер. И переливаем напиток в бокал. Эфирные масла апельсина. И украсим все кусочком цедры. Коктейль Негрони к вашим услугам. Пробуем. Мне больше нравится сочетание именно 2-1-1 чем 1 к 1 все три части ровные. Потому что коктейль получается более мягкий что ли. Он более ровный. Когда 1-1-1 слишком сильно доминирует кампари, как я и говорил ранее. И он чересчур сладкий и почти не чувствуется вкус джина. А здесь при вот именно таком соотношении чувствуется каждый компонент. Он на своем месте. И действительно ощущается намного мягче. Ну и вроде как в классике вообще в классическом рецепте все это украшается долькой лимона либо лимонной цедрой. Но я предпочитаю видеть этот коктейль именно с апельсинами вот этими маслами эфирными и собственно с самой вот апельсиновой цедрой. По мне так гораздо выигрышнее показывается этот коктейль. Очень клевый коктейль. Всем советую попробовать. Даже если вы не любите джин либо не любите компари. Просто попробуйте. Ну нет так нет. На нет и суда нет. Но я думаю, что после ну двух таких коктейлей вы немножко пересмотрите свои взгляды. Ну серьезно. Камон. Всегда так. Вся жизнь такая. Ты сначала что-то не любишь, а потом начинаешь это любить. Ну вот так вот. Так оно и происходит. Поэтому за вас чпуньк. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И еще увидимся. Всем пока.